привет девочки сегодня похоже не мой день второй день не мой день сверлить начали тысячу лет не сверлили только думаю сейчас буду снимать сейчас буду снимать и как начали сверлить мои ушли в садик в школу хотела сказать лёша на работу у мальчишек сегодня утренник посвященные двадцать третьему февраля вот не все сегодня такие воодушевленные тоже меня спросили что будешь нам дарить я говорю главу меня спросили у папы я говорю а может я ничего не подарю как ты ничего не подальше ну подарю завтра уж покажу тогда не буду сегодня показывать слушайте девочки только у меня такое может быть я не понимаю или у вас тоже такое может быть короче знаете что сейчас сделала зашивала шила шила стоит это кровать не застелила еще потому что и риска у меня тут легла думаю не буду с ней воевать у меня сломалась косточка в лифчике как девочки я просто одела как обычно и хоп хрустнула и это уже второй или третий раз а нет это третий раз ну лифчик такой девчонки классный я не постесняюсь не постесняюсь вам его показать вот такой лифчик елена александровна дорогая ты уж меня прости я не знаю как я не углядела девочки он итальянский он вообще крутой года два назад наверное может даже побольше мне лена его присылала он классный он на пролоне но девочки когда я его одела впервые я просто офигела он вот так все приподнялся сдвинул ну уж простите но девочки мальчики не смотрим не слушаем я девчонкам естественно отправила фотографию тогда и причем с первого раза фотка получилась я просто тупо сфотографировалась у зеркала в прихожей это еще в старой квартире я его стирала в мешочек всегда ну берегла короче говоря вот с ним ничего не было не вытянулся ничего девочки и мне всегда нравится как в нем грудь это и тут пролон я бы сказала такой но он не толстый такой и здесь нет снизу никакой ну вот штучки потолще да как бывает вот у кого размер поменьше я никогда не носил на пролоне но этот вообще крутой короче сломалась косточка вы представляете просто хрустнул под грудью косточка у меня была еще одна такая ситуация я все не поднимала один раз тоже просто его вот так вот взяла его к себе даже еще не прижала ну года наверное два ему было три не знаю тоже хрустнула и еще один раз той же квартире я шла у меня был пакет я из магазина шла к домофону подхожу ключ достаю правой рукой вот так девочки у меня пакет был в левой руке я не понимаю как это могло произойти прикладываю ну то есть у меня рука ты как бы не зажимает ничего здесь и хрустнула как такое возможно я понимаю что вырезают косточки я понимаю ну блин допускаю и в дорогих и в недорогих во всяких ну как такое возможно блин и теперь у меня есть хорошие косточки которые вылезали лифчики я выбросила а вот косточки надо будет примерить потому что они бывают у них диаметр диаметр называется ли как вот если одна такая полукруглая другая более такая округлая и одни короче другие подлиннее то есть есть я конечно попробую подобрать я знаю что продается это все дело но у меня вот есть надо будет у меня стресс девочки у меня прям вот вот вы не поверите вам клянусь мне стресс ладно его что я пошла у меня один лифчик такой есть домашний который блин мне не жалко и он уже под растянутый он хорошо держит я его только дом нашу вот этот вот у меня как бы либо я снимала в нем либо куда-то ходила да ну дома тоже если я снимала то я его не переодеваю есть еще красный лифчик но из него тоже косточка уже начала пробиваться я не стала его сильно занашивать думаю ну как бы можно поправлять и один раз тогда поправлялась себе блин так натерла это было в институте еще он платок носовой подкладывала а он все время полазил куда-то короче девочки я я расстроена и вот и у меня есть а ну чего чего я короче сейчас один зашила зашила он нормальный он немножко в объеме подрастянут он уже на последнюю застегивается но он хороший вот и не сильно было это и вот красный надо зашить у меня нет красных ниток таких ярко красных хороших вот конечно можно было вот этими но они оранжевые они слабенькие их надо вообще выбросить они рвутся старые уже вообще надо по идее еле еле это здесь у меня видите нитки эта коробочка еще из моего детства тут очень когда-то меня рисовал и вообще коробочка если честно треснутая вот я не хочу выбросить мне как бы и жалко с одной стороны потому что здесь отделение такие куда катушки можно ставить нет но я просто не купила еще другую поэтому так а так я ее выброшу не то чтобы жалко жалко потому что у меня воспоминания хорошие с ней а так она мне не нужна катушки не ставлю я уже кладу ниток у меня много нет вот и я такая сейчас просто полезла говорю какой так какой зашить половина рваных половины без косточек потому что я их вынимала и думаю отремонтирую девочки я понимаю что такое не должно лежать и думаю наверно надо все-таки навести порядок в шкафу я же в комоде там лази а у меня в этом комоде в ящике органайзер из фикс прайса дебильный который его терпеть не могу я раньше туда рулончиком трусы складывала но из-за того что мне ячейки тканевые она все так вот растянут вот так вот не держит форму я его прямо знаете вот выбросила бы но он в хорошем состоянии а что это вот клуша блин не могу выбросить но я же купила я же деньги потратил он хорошем состоянии но мне вот не заходит никак раньше скручивала и какие-то которые парадные выходные так скручены лежат а обычно я складываю в 10 раз объем же большой ну ладно так и вот тогда и все сверху у меня лежит и там же ночнушки там даже фен лежит уже ящик прямо и прокладки там у меня лежат и носки лежат девочки за переполненный надо надо навести порядок а я на самом-то деле вообще-то спасибо кстати кто интересовался куда я пропала на один день я приболела вчера вчера ну тоже проснулся какие-то дела делать понедельник же был и вот в компьютере там это потом проплесосила полы подтерла уж не скажу конечно что я там прям мыло до потери пульса нет подтерла полы потому что я еще человека ждала и пошла в душ а пока пошла в душ но я уже вспотела открыла окна вышла из душу девочки своя чужую гоняет окна открыты но я как-то не ну было хорошо а котел выключила я сказала или хотела сказать и что потом пришел этот человек это человек это мебельщик мне незнакомый но по рекомендации кто с ним работал кто за него может ручиться кто не только работал кто ну моя приятельность я и позвонила просто гадай ко мне я все-таки со своими нашими не хочу связываться ну честно девочки не хочу вот иногда я за него могу ручиться хотя она его знает но года три наверное а нет ну побольше четыре наверное мне так кажется с ним работала работал недолго но он потом ей маме делал кухню устранял за тем парнем с которым я перестала общаться помните рассказывала что говорила что она с ним не общается и я тоже перестала общаться вот устранял недоделки вот и как бы это и вот он пришел мы вчера с ним обсуждали знаете что девочки мебель в прихожую комод мальчиком в комнату ну и комод сюда вот вот который у нас там стоит комод почему я это делала во первых на той неделе подорожало дсп во вторых мне нужно иметь представление сколько это будет все стоить или уже ну если это хотя она мне сказала что он вот просто свои ребята честно они накидывают столько денег но то не приклеивать больше денег чем положено мне нужна адекватная цена скидку я никакой не прошу не просто нужна адекватная цена и чтобы грамотно был специалист вот я сказала свои пожелания и вот вы представляете вот много было нюансов которые я не учла а почему не учла ну потому что я этим уже давно не занимаюсь и я сказал вот надо так то допустим на внутренней стороне двери будет зеркало он сразу так полки на 4 на 5 миллиметров углубляем ну так утапливаем до чтобы зеркало не мешало нормально закрываться двери я не учла этот момент а он это озвучил как бы галочка плюсик вот там но еще разные моменты были да и вот когда я ему сказала картинку нарисовал он посмотрел я и у меня грамотные вопросы задавал блин не то что тогда тому я нарисовала принципе мне вообще вопросов никаких не задавал но у меня и нет вопросов моему наполнению того что я придумала да вот ладно и мы с ним общались наверное девочки часа полтора точно не на какие левые темы не разговаривали мы разговаривали тупо непосредственно по поводу работы да я выбирала там дсп он сказал о своих как он работает по договору вот предоплата 60 процентов и в общем я ему сразу сказала что я сейчас прямо делать не буду мне нужно мне нужно как с ценой определиться вообще понимание иметь он как я понял вот поэтому он приехал он приехал кстати на следующий день как я ему позвонила был в москве я говорю я не люблю ждать вы уж меня извините я такой человек что мне надо как бы он горит я вас понял вот мы на вы он взрослый мужчина ну взрослый кстати она сказала у нашего возраста ну может быть просто он с бородой поэтому так выглядит ну не суть я еще когда разговаривала с ней по телефону я у нее спросил он женат а почему я это спросила просто все-таки когда жена более ответственный я спросила выпивает или нет она ну вообще она сама такая консервативная девчонка но чуть постарше меня вот и очень предвзято ко всем относится очень категоричная это я вот еще могу понимание какое-то найти там где-то что-то как-то она нет с ней если не нравится она все и вот он делал ее маме кухню то есть устранял недостатки и доделывал она прямо чуть ли не кипятком писает ей прямо очень все нравится и она горда за него я могу поручиться она знает и тех ребят да соответственно наши мы вместе работали мебельщики вообще много кого знают я просто очень многих людей знаю мебельщиков но с кем-то бы даже не стала связываться поэтому от кого бы выбрала да вот костью но я говорю кости он посчитает мне еще посчитает я ему напишу если меня цена не устроит вот это я для себя то определилась ценой примерно плюс-минус сколько я готова потратить на это на все но у меня теперь возникли другие вопросы блин не вопрос а знаете что вот как я видела картинку теперь я по-другому вроде бы ее вижу как ближе к теме понимаете это как мне комментарии написали оксана ты же говорила что в детской комнате кроме декора на стене карта мира ничего не будет я не помню я говорила вам или не говорила по поводу картин но мне кажется что я говорила это вот а я уже карту мира не хочу знаете почему не хочу я не вижу сейчас смысла в ней она для более такого подросткового возраста мальчишкам поэтому я сейчас не вижу смысла поэтому решила заказать картины если мне прямо она мне нравится я не ну она мне нравится но как-то я вот переиграла перехотела и и не вижу в ней смысла вот так что я хотела сказать ну в общем он не посчитал я посчитает посчитает концу недели он мне сообщит и мы с ним попрощались и представляете девочки вот у меня котел был выключен он сидел в куртке я еще солнышко светили что когда не жарко ли ему а мне было как-то немножечко уже прохладно и где-то через полчаса девчонки у меня как заболело горло но окна то я уже закрыла и просто просто ужасно заболело горло и не могу голодать слюни я не знаю что за фигня произошла ну как бы я предполагаю что вышла из душа было вот прохладно я быстрее хлоргексидин обычный девочки в аптеке не надо его ничем разбавлять просто постоянно вопросы поступают особенно когда кто то посмотрит видео проект хлоргексидин а там я формате блога естественное долго рассказывают как проходил у нас дачный вечер как я заболела я уже не помню прошла этом рассказывала а потом про хлоргексидин вот и все время все спрашивают ну так надо его разбавлять не нам ничего разбавлять просто-просто берёшь в рот, наливаешь, полосишь. Вот один раз прополоскала. Один раз, два раза. То есть раз набрала, выпнула ещё раз. Всё. Вот через полчаса, наверное, я не ела больше, ничего не пила, да? Через полчаса гораздо легче стало. И вот вы знаете, к вечеру я ещё ко мне вчера заезжала, моя приятельница Лена, вкусняшку привезла. Ну, потом покажу, потому что вчера не пробовали, это не ели, потому что... Ну, потому что, блин, потому что я плохо себя чувствовала. У меня температуры не было никакой вообще. Я меряю 36,3. Но состояние ломки. Хотела ринзу выпить, полезла в холодильник, ринза была. Достаю пачку, а там этот блистер, да? Бластер, блистер. Пустой. Как кто? Кто? Ну, Лёша или я? Мне кажется, Лёша не так давно пил, он говорит, нет, не пил. Ну, я думаю, что это он. Если бы я последнюю таблетку взяла, я бы выбросила. Я бы знала, что у меня ринзы нет. Хотела ринзу, нифига. Не было её, взяла немесиловые выпила и уже как бы нормально стало. Так вот. Блин, что? Хлоргексидин. Хотела ещё раз прополоскать. Не прополоскала. Слушайте, горло не болит. Вообще не болит. От слова совсем. Насморк появился. Я сначала подумала, что, может быть, ну, где, как, чего, а потом, ну, поняла, что это вот, скорее всего, вот из-за этого. У меня же даже бывает так, что если я проветриваю, и я чихнула, сразу надо закрывать окно. Ну, вроде бы чувствую прохладненько, но не закрываю. А как только чихнула, сразу надо закрывать, потому что я могу заболеть. Вот. Так что вот такие дела. И вчера день был непродуктивный вообще, просто от слова совсем. Да. Я много, ну, я в компьютере что-то там поработала, в телефоне поработала, ну, именно вот по почте понедельник, да. Но всё, хотела снимать, снимать, снимать. Думала, сейчас буду снимать, что-то делать. Девочки, я просто... А и день прошёл. И ничего я не сделала, понимаете. И сейчас я тоже наболтаю, и что я сделаю. Не, я просто сейчас что? Дети сегодня на Тэквондо, соответственно, надо приготовить будет ужин пораньше, да. Чтобы они пришли и сразу поели, потому что они в сад ходят, там не ужинают. И я всё-таки хочу сейчас... Это такая нетяжёлая работа разобраться в наших с Лёшей секциях в шкафу. Вот. Мне надоело туда ходить, сюда ходить, в одном месте хочется. Ну, это понятно, да, это бред какой-то. Вот. А ещё в Лёшиной секции там внизу, в корзинке, лежат шторы, которые для кухни. Но сегодня я точно ими не буду заниматься. Они чистые, но они мятые. Но их надо будет завтра, возможно. Ну, на быстрое, на полоскание, ну, такой короткий режим постирать, чтобы они влажные были. И я же их гладить не буду. Надо будет, возможно, завтра повесить. Вот. Такие вот дела, девочки. Ладно, вон, лежит красотка. Пойду хоть мальчишкам тогда кровать застелю. И бельё. Я вчера постельное бельё им поменяла. Но я им меняла днём ещё. И, ну, постиралась. Ну, надо там снять. Так что пойдёмте, что-нибудь поделаем. Сейчас смеюсь, девочки. Звонит телефон у меня. Номер незнакомый, московский. Беру трубку. Алё, Алексей? Я говорю, нет. Блин, мне вот это вот всегда... Просто, ну, мне смешно. Потому что, ну, нифига, вы же слышите, что не Алексей? Хотя сегодня же я тоже позвонила по одному номеру. Сейчас расскажу. По одному номеру позвонила. И такая говорю... Здравствуйте. А там женский голос взял трубку. Я говорю, здравствуйте, Максима можно? Она говорит, а вы не туда попали. Блин, у меня записано. Но записала я буквально за пять минут до этого. А звонки разные поступают. Я такая говорю, извините. И на WhatsApp, главное, написала то, что хотела этому Максиму сказать. Написала на WhatsApp. То ли до этого, то ли после, неважно. И она мне пишет, вы не туда попали. А, и звонила я с одного, причем номера. А этот... WhatsApp у меня на другом номере. И, короче... А она такая... Я говорю, а кто вы? Она говорит, ну, не Максим. Блин, я говорю, да я поняла, как вас зовут. Просто у меня, говорю, ваш... Вчера вы мне звонили в районе семи вечера. Но ничего слышно не было. Я взяла трубку, там, сколько-то секунд... Ну, секунд 15, я алло, алло, не алло. Не стала перезванивать. Просто отвлеклась. Забыла перезвонить. Она говорит, это, наверное, ребенок звонил. Я говорю, ну, просто, возможно, звонили на другой номер. А здесь WhatsApp на этот. И вас кто... Вы кто? Она говорит, Наталья. И она говорит, нет, не звонила. Думаю, откуда тогда номер этот? Ну, ладно, не суть. А я так и не поняла, что это Наталья. А поняла ли Наталья... Наталья, если вы вдруг меня смотрите, поняли ли вы, что это я? Но вообще не важно. И вот по поводу Леши. Говорит, что? А, я говорю, нет, не Алексей. И он такой парень. Алексей Воронин Юрьевич, он растерялся. Вам знаком? Я говорю, вы вообще кто? Он говорит, я и представляется. А я что-то на слух не сразу поняла, кто это, что это. И я говорю, вы по какому вопросу-то? По поводу рекламы. Я говорю, какой рекламы? Он говорит, ну, он блогер. И мне так было это смешно услышать. Ещё, говорит, Воронина лайв канал. А я говорю, в смысле, Воронина лайв? Это я. Он не блогер. Ну, у меня дан этот контакт, а телефон мне звонят. Короче, я потом догнала, кто это. Это, помните, конструкторы. Конструкторы озвонил мне парень, потому что девушка-менеджер, с которой я общаюсь, она на больничном. И чтобы отправить мне, она сказала, что вам позвонят мои коллеги. Блин. Но я говорю, тогда муж у меня, говорю, мобильный. Ну, всё на него. Телефон можно мой, можно его оставить, да, и, если что, связаться. И он позвонил-то как бы на мой номер, но спросил его. Всё, это тоже просто. Вот. И я говорю, нет. Ну, в общем, мы поговорили, поговорили. На почту пришлют, а мне лучше СДЭК. Потому что, когда СДЭК приходит, вот вчера Леша ездил в СДЭК, кстати, сейчас вам покажу, забрал. Он едет мимо СДЭКа и потом в сад заезжает за детьми. А здесь получается почта. Вообще график неудобный, девочки. Почта работает до пяти часов. Мало того, ещё с обедом. А мало того, что в воскресенье, понедельник, выходной и обед с двенадцати до часа. Вообще, короче, график дебильный. Вот на этой. Ну, это такая почта, она маленькая. Господи, где она, Аллочка? Почта, ну, маленькая, я вам показывала её. В общем, короче, смерть да и только. Ну, хоть порадовал меня, хоть это, настроение поднял. Надо вообще у мальчишек там... Нет, не надо. А, кровати, господи, чё мне Максим-то этот? Максим будет забирать кровати из Москвы сегодня. Я ещё не доплачивала ничего. Мы как-то говорили. Блин, там тоже, знаете как. Есть производство, где делают, да, они же отгружают. А общаюсь-то я с менеджером. Их две. Но общалась я в основном с одной. И вот эта вот одна, а у неё сегодня выходной. И она, значит, говорит, вы будете отгружаться вне мой рабочий день, соответственно, связывайтесь, ну, напрямую туда звоните. Ну, не на производство, а другая менеджера возьмёт. Я говорю, хорошо. Вот. А я видите, чего сделала-то? Я Максиму позвонила, говорю, вы заберёте сегодня? Мы так договаривались. Он должен был мне вчера позвонить. Вот эти водители, эти мужчины, я прямо не могу. Вот я почему перепутала. Вчера я думала, что это он звонил. Я ей позвонила сегодня. Как бы номер-то я взяла из другого места, но не записывала его. А из-за того, что у меня ещё один был, ну, в одном промежутке времени, в общем, я перепутала номера, записала не то. Ну, уже удалила. Он говорит, заберу. Я говорю, хорошо. И в общем, я говорю, сколько там должно быть деталей? Она говорит, три. У одной кровати три детали. Я говорю, каркас с основанием вместе, и спинка головная, и спинка боковая. Она такая, нет, даже четыре. Тогда основание отдельно. Блин. Короче, надо опять будет всё связываться, контролировать. Я вот Максиму сказала, говорю, вы когда загрузитесь, мне скажите количество упаковок, сфотографируйте вот это всё дело, чтобы я видела. Я позвоню, мне дали номер телефона. Ну, скажем так, кладовщика, кто там отгружать будет. Вот. Я прям 10 тысяч раз скажу ему, потому что я говорю, я из Иваново, я у неё спросила. Я говорю, вы понимаете, да, что я не из Москвы, и как бы, если не дай бог, человеческий фактор, ну, он присутствует всегда, не догрузит чего-то, у меня доставка платная, ну, как бы это накладно выйдет. Она говорит, да, я всё понимаю. Вот. И, как мальчик говоря, надо будет 10 тысяч раз это проконтролировать. Так, может быть, эту футболку, футболка маловато, Федя, уже. Её. И мальчишкам, может быть, уже отдать. Она вот тут уже на горле, ему узковата. Хотя она ему очень нравится. Ладно, поговорю с ним. Ой, девочки, тоже. Не буду сильно складывать. Слушайте, картины. Заказала картины, значит, вот, которые на Алиэкспресс. Я показала. Я, помните, я вам сказала, что покажу, расскажу. Ой. Так, думаю, как её складывать или повесить. В общем, быстро говорю. Подхожу к Феде, показываю. Смотри, какую картину я выбрала. Я не буду говорить, что он сказал конкретно, потому что, ну, надо картину видеть. И он такой, ну, нравится, ну, что-то это, замялся. Я удивлена была девочке. Потом я, значит, показываю её Арсению. Арсению говорит, да, прикольная. Можно она будет у меня у кровати несеть? А я же с ней это не обсуждала. Я говорю, ну, да, но только не это. Я показываю, значит, ему другую картину Феди. О, вот эту я хочу. Вот у меня над кроватью вот эту вот. Блин. А я хотела по-другому. Ну, думаю, ладно, сейчас я переиграю, может быть, что-то. И показываю Арсению. Я говорю, ну, тебе какая больше нравится? Он говорит, ну, если Феде это понравилось. А, ну, мне, говорит, это нравится. А Федя говорит, мам, покажи вот эту. Я говорю, сейчас она ему понравится. В итоге, Арсению понравился всё-таки первый вариант, на который я, в принципе, повелась. Вообще, когда я её увидела, она мне понравилась. Но аналог этой картины ещё один. И девчонки, представляете, ну, они договорились, да, что вот эта картина Федя, это Арсению, всё. Лёша вообще не понял эти картины, как я и предполагала. Пришла же Ира. Мы с ней обсудили этот момент. С рулеткой тут лазили. Какого размера надо было выбрать. Я нашу картину семейную тоже сюда прикладывали. В общем, определились. И понятно, что сюда нужна горизонтальная, а вон туда, Феде, более вертикальная или квадратная. У этого продавца нет квадратной картины, ту, которую вот как бы я Феде хотела. Есть прямоугольная. Ну, можно размер выбрать прямоугольный или горизонтальный. А квадратная есть у другого продавца. Но дело в том, что я хочу, чтобы одинаковая печать была, чтобы её одновременно делали. Мало ли, чтобы расцветки эти не отличались, потому что там всё в одних тонах. И, девочки, я всё. Мы заказали. И я такая приняла решение. Говорю, Федя же хотел другую картину, но она ему туда никак не котируется. Ну, в общем, наоборот, места не поменять. Арсению, то будет всё равно. Потому что раз она ему та, которая... Ну, вторая, короче, которая Феде понравилась, она более интересная. Скажем так. Хотя по мне так нет. И я, значит, Федя здесь играет, я к нему подхожу. Говорю, сынок, мне нужно с тобой поговорить. Девчонки, язык не поворачивался. Он такой, что такое, мам? Я села на кровать такая. Он ко мне подошёл. Я говорю, сынок, я не хочу, чтобы ты расстраивалась, но я хочу тебе объяснить, что картину, которую ты выбрал, её нужно делать вот в таком формате. Он говорит, прямоугольная. Блин, я офигела. Ну, просто я офигела, почему? Потому что они знают вот этот прямоугольный квадрат, круглый ромб, там это. Они всё знают. Но когда по-взрослому разговариваешь и уже понимаешь, что ребёнок уже не маленький, блин, у меня кум в горле стал. И я говорю, просто понимаешь, будет вот тот рисунок, который ты выбрал, её нужно прямоугольно. Но она не пойдёт тебе сюда, потому что у тебя будет шкаф. Он, значит, ну, стол, шкаф, будет много всего. И плюс ещё эта картина. Он, ну, хорошо, давай её сделаем прямоугольную, такую вертикально. Вертикально я сказала. Я говорю, Федь, ну, этот рисунок не пойдёт так. Вот пойдёт, надо поменять их местами. Он говорит, ну, хорошо. Ну, я понял. У Арсения, значит, и такой говорит, у Арсения, значит, будет горизонтально висеть, вот, которую я выбрал, картина. И девчонке вот он это говорит. То есть, типа, у Арсения будет ту, которую я выбрал. И меня прямо в пот кидает. А у меня будет вот так вот прямоугольный, только вертикальный, я говорила. И я думаю, что сейчас, как всегда, Арсению, или что, они любят стрелки метать. Он говорит, ну, ладно, я понял. Я говорю, сынок, ну, ты не обижаюсь. Да, мам, я не обижаюсь, они обе красивые. Я говорю, ну, просто зато ты будешь видеть. Ну, когда заходишь в вход, ну, вход в комнату, да, вот эта картина, она будет горизонтально, она сюда, говорю, прям просится. Ну, мам, я понял, ну, не переживай. Блин, девочки. Я сейчас дословно, конечно, не передам, потому что такое у меня помутнение было вот в голове, то, что я с ним разговариваю, и он это все понимает, с ним же вообще легко договориться. Но, вы видите, когда я ему показала обе картины, ему принципиально первая не понравилась. А тут я ему уже, ну, опять снова показала. Он говорит, ну, ладно, а мне совестно, девчонки, если честно. Вот честное слово. Ну, в общем, короче говоря, что? Короче говоря, заказала я так, как, по идее, надо бы заказать. Я даже и думаю, что вот здесь телевизор не висит, а розетки есть, да. Возможно, возможно, сюда повесить эту вертикальную на какое-то время, да, пока телевизора нет, а сюда горизонтальную. Возможно, нет. Девочки, я сейчас аж прямо подрастроилась малость, понимаете? Все. Ну, в общем, вот такие вот дела. Что? Наболтала, блин. Девчонки, наболтала. Вот скажите, вот как так? А что как так? Ладно, сейчас я это на вешалке все повешу, футболки. Где-то я здесь видела вешалку. А если я сегодня брал футболку, и тогда мне надо будет вот эту его... Это не мнется, а эту повесить. И я сама их ругаю, когда они вот так вешают. Ну, здесь практически, видите, очень близко. Оп. Ничего я не... Нет, я не растянула. Вот. Пока кофты... Кофты сверху одевают, да. Ничего страшного, что рукав такой мятый. А когда уже кофты нет, то я бы погладила. Ладно, чего? Знаете, чего? Застилаю кровати. Вот я вчера тоже постельное белье поменяла. Все хорошо. Ну, на светленькое. Голубенькое сняла. А почему? Потому что, может быть, и не меняла бы. Может быть, еще подождала бы. У Феди то ли шоколадка была, то ли он сказал, я не буду спать на этой простыне, блин. Потому что там ириска испачкала. Я говорю, откуда ты знаешь, что ириска? Я говорю, ты нюхал? Он говорит, нюхал. И не только нюхал. Я, говорит, пальцем стирал. А я говорю, а пальцы чем мочил? Он говорит, слюнями. Я говорю, то есть ты на мочи постирал, потом еще раз мочил? Он говорит, мам, нет, я так не делал. Блин. Ну, там мне пока... Ну, у меня обоняние-то как бы... Не очень я, не это, не пойму. Он говорит, нет, это, скорее всего, ириска. И он сказал, я спать на ней не буду. И сел вот все. Хотя они до этого ели, ну, что-то сладкое. У Феди бывает привычка. И с руками грязными может залезть. Пришла сюда, легла. Прям легла, как убитая, слышите? Сел вот здесь в позе лотоса. Говорит, нет, я спать на этой кровати не буду. Мне пришлось экстренно менять. Вот. Хотя я хотела сначала нам поменять. А нам, наверное, уже завтра поменяют. Знаете что, девочки? Рассказала я вам последние новости. Давайте, короче, тогда заканчиваю, чтобы слишком длинный блок не был. Сейчас прямо выгружу. И будем дальше с вами заниматься делами. Давайте так. Потому что, ну, блин, сами понимаете. Все, девочки. Тогда до встречи. До встречи на баррикадах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова